Рискнем здоровьем, поднимемся на второй этаж. Так. Если буду падать, то вы будете падать вместе со мной. Ну нет, на самом деле, если я буду падать, я это не выложу. Хрен вам в сумку. Всем привет, это Оксана из Алабамы. Ваши риэлтори в США. Люблю показывать вам прикольные домишки, прикольные обои. Мы посмотрим, посмеемся, порассуждаем. Вперед! Моя морковная помада Блестит вальяжно на губах. Я риэлтор из Алабамы И без понтов, и на понтах. Это их личная площадка теннисная, смотрите. Обалдеть. Я живу уже 9 лет в мобиле. Даже будет 10 в этом году. Первый раз вижу дом с площадкой теннисной. Рассматриваем со всех сторон. Вы видите кирпичную облицовку. На крыше лет 10, это точно. Если не 15. Баскетбол играли. Кто-то здесь жил раньше. Смотрите, можно 3 машины поставить. О, а вот этого вы еще не видели. Но вы не видели, я вам в Алабаме не показывала. Ананасы. Самые настоящие ананасы. Смотрите, они отцвели. Вот маленькие плоды будут. У меня не рос. Я в горшок сажала. Смотрите, здесь высадили в эту землю. И у них обалдеть. Чтобы посадить ананас, нужно верхушку срезать и подсадить. А тут какое-то дерево. С плодами непонятно какими зелеными. Нет, не вижу, не вижу. Сейчас рассмотрю. Так, вот такие листья. Какие-то экзотические плоды. Подождите, подождите. Пересмотрим плоды. Засмотрели? Что это за плод? Там я вижу камелии. Ближе к кустам камелии. Это вечно зеленый кустарник, который цветет зимой. Значит, зимой тут будет красиво смотреться. Это подстриженные аккуратно азалии. Азалии цветут очень красиво. В основном весной или осенью. Люблю, когда у людей благоустроены участки. Это листья магнолии опавшие. Огромное место. Видите, огромное место, где можно парковаться, проехать вокруг. Дом утопает в зелени. С дороги его не видно совсем. Видите, вот так он смотрится. То есть, вы видите просто сосны, деревья, кусты. Эту дорожку к тому. Вот дорога. То есть, эта дорога не проезжая, а так в спальном районе только. Гигантская магнолия. Покажу вам цветы. Низко, 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 низко. Рассматриваем дальше. Вот такой вход. У нас высокая влажность в субтропиках. Я вижу, как вот эту вот дорожку неплохо было бы помыть. Так, посмотрим. Гортензия цветет. Здесь азалии отцветают. Так. Я вижу, что сетки на оках не порванные, но они старые. Это я вижу. Окна старые. Это что за дерево? Непонятно. Непонятно, что за дерево. За дерево. Так. То есть, получается, если гости придут, гости будут приходить, заходить с этой стороны. Понятно? Но мы зайдем сзади. Я там уже все открыла. Дерево близко к дому. Смотрите, вот это все будет свисти шикарно весной. А сейчас уже конец мая. Уже не весна. Уже лето. Так. О, традисканцы. Они здесь хорошо и в земле растут, и в горшках. У меня в Ташкенте в комнате такая была традисканция. Так. Ну-ка. Похоже на укроп, но это аспарабус. Спаржа. Спаржа так растет. Так, ну что. Свет там какой-то тусклый, поэтому я не везде поняла, где включать, где что включается. Вот вы с задней двери заходите, что вы видите? Вы видите кухню с тремя раковинами. Справа у вас прачечная. Довольно-таки большая. Видите? Этим столам лет 50. Этой всей системе. Так же, как и окнам. Ну, видно, что следили за этим хорошо. Следили, но не захезанное, как бывает в некоторых домах. Ну, что я вижу? Ну, попкорн на потолке вижу. Блин, туса коричневой, двери. Вот такой был раньше стиль. Так. Неправильно установлен. Там должен быть поддон. Если потечет, и он газовый. На газу. Ой, смотрите. Это что у нас? Это у нас доисторический прикол. Это у нас, друзья, антиквариат. Смотрите, антиквариат я вам нашла. Вот тут можно сказать, вау, Оксана, антиквариат. Мы охренели. Смотрите. Вау. Видите, как дома строили? Дома строили для людей. А это какие-то старые чехлы на них. Ха-ха. Да. И вот здесь у вас температуру и влажность будет показывать счетчик. Обалдеть. Так, ладно. За круглым столом вы собираетесь, играете в покер с покерными лицами. У нас нет. У нас только одно место, и то за городом, куда можно свозить старые телевизоры. Они нахрен никому не нужны. И еще вы заплатите 20 долларов, чтобы вас приняли. Я вижу, некоторые люди что делают. Они эти телевизоры потом просто выбрасывают, оставляют в доме покупателям. Или выбрасывают где-нибудь загораживать в дворе. Я с этим сталкивалась. Это я не понимаю. Вот зачем нужно две раковины? Это чтобы готовить на две семьи? Или если два-три человека любят готовить? Так, здесь у нас местечко для вашего лаптопа. Или что тут у них здесь было? Телефон, смотрите, да исторический. Да, это мы такое еще не видели. Нет, может быть, вы видели? Я не видела. Ну, то есть, если я понимаю, если бы тут уже все заменили, конечно, было бы классно, если бы шкафчики поменяли, гранитные столешницы сделали. А смотрите, какая здесь плита. Такое ощущение, что вот люди, которые здесь жили, они, наверное, готовили на заказ. Кейтеринг какой-нибудь сделали. Ну, слишком уж большая плита и слишком много места для готовки. Смотрите, это ж... А духовки-то, смотрите, в хорошем состоянии. Две духовки. Так, что у нас здесь? Здесь, похоже, какой-нибудь еще большой холодильник войдет. Большая столовая. Может, какое-то все раритетное сохранилось здесь. Я так думаю, кто это купит, будет все переделывать. Или купит какие-нибудь тоже пожилые люди, которым это все будет в кайф. Вы можете говорить здесь, оставьте мне мебель такую-то, оставьте мне мебель сикую-то, я за это вам там 3000 долларов дам. Отсюда бы вы вошли. Эта дверь, она закрыта. Но вот я там уже была, оттуда вам показывала. То есть вы вот, если бы зашли сюда как гость, вы видели эту странную лестницу, которую, я не знаю, ковер. Каждая ступенька ковром обшита. Вот здесь спальня. Вот такая спальня интересная. Так, какой вид из окна? Цвет у стен какой-то такой приятный. Или потому что здесь полумрак. Потому что, видите, какая-то одна маленькая несчастная лампа в этой спальне. Шкафчики для вещей. Видите, полюбуйтесь попкорном. Это ваше, как говорится, шубохранилище. Это я шучу так всегда. Нам в Алабаме шубы не нужны. Ни в Алабаме, ни в Афориде. Ну как вам? Вот это, получается, натуральные двери, да? Хорошие двери. Вы бы меняли двери или перекрасили белый цвет? Мне не нравится. Мне кажется, это делает комнату мрачной. Так, сейчас мы зашли в туалет. Вот какая картина веселенькая. Так, ванная комната. Ну, сейчас я вам что покажу. В этом доме прикольчик. Ну, прикольчик же. Вот, ну, во-первых, вот эта вот полка очень прикольная. Незахезанные шкафчики. Ну, вот раковина очень маленькая. Смотрите. Смотрите, какая раковина. Вы такое видели? Я такое первый раз вижу. Она мне писсуар напоминает в мужском туалете. А, это чтоб человек мог встать и держаться. Жопу оторвало, по-никазу и не упал. Хорошая душевая кабинка. Можете сказать, вау, гибкие души, Оксана. А то часто вы слышите у блогеров, что нет американцев гибкого душа. Пожалуйста. Мой себе. Во всех частях. Так, ладно. Идем дальше. Итак, из этой спальни мы проходим по этому стародавнему ковру в другую комнату. Что здесь за другая комната? О, мы круг сделали. Да или нет? Нет, мы не сделали круг. Это другая лестница. Здесь библиотека. Библиотека. Там азалии будут красиво цвести у того, кто купит дом. Винтажная мебель. А вот это, получается, комната у вас отделяется. Она отделяется. Вот такой интересной деревянной штучкой. Смотрите. Как вам? Такие вообще не видела здесь у Лабами. То есть, какой-то был действительно кастом хом. Вот эти панели, конечно, уже не современные. Они старые. Раньше этот был писк моды. Моду так подпискивала. Подпискивала она. Металлические украшения мне улыбаются. Так, камин. К каминам я прохладно отношусь. Что есть они, что нет. Так. Здесь у вас задний двор. Вот это кухня, где готовят и как подают гостям. Вот у вас, получается, гостевая с библиотекой, кухня, и здесь и барная стойка. Ну что, рискнем здоровьем. Поднимемся на второй этаж. Так. Если буду падать, то вы будете падать вместе со мной. Ну нет, на самом деле, если я буду падать, я это не выложу хрен вам в сумку, чтобы я еще вам дала позворадствовать. Ха! Ну так, мы с вами только что поднялись по вот такой лестнице и попали на второй этаж. Здесь деревянные полы, темные двери и старый ковролин. И мы сейчас вот это вот все обойдем, этот весь лабиринт и разберемся, что к чему. Ну, начнем справа. Так, деревянные панели в какой-то спальне. Причем, на мой взгляд, панели в довольно-таки хорошем состоянии. Вы бы себе оставили вот такие панели, вид под дерево, или нет? Одно окуно. Идем дальше. Так, мы проходим через темный коридор и заходим в туалет, где удивительные обои, ну, просто удивительные обои, вы таких не видели. Или видели? Ну, это же прикольно. Вот, то есть, у этого дома есть лицо. Какое лицо у этого дома? Усмехающиеся? Или недоуменные? Или улыбающееся лицо у этого дома? Ха-ха-ха. Ну, здесь раковина нормальная, по величине. Не открывается, наверное, там, за перекрыли воду. В общем, из той ванны прикольная, мы переходим в коридорчик, такой коридорчик. Здесь у вас окошко, куда вы сбрасываете грязную одежду. так, спальня с голубыми прекрасными стенами. И прекрасно будет видно вот это все цветущее из окна. посмотрите, какие тут кораблики. Короткие шторы в Америке это нормально. Я считаю, что довольно-таки большая. Спальня здесь все поместится. И пианино поместится, и дорожка беговая, и довольно-таки большая ниша здесь. Так. лестница вон-то ковровая, ковролиновая. То есть один член семьи может по одной лестнице уходить, другой по другой, и можно не сталкиваться, договориться. Но такой зеленый ковер вы всю жизнь мечтали увидеть. Только у Оксаны Лоба вы можете увидеть такие ковры. Я не знаю, почему. Когда я вижу интересный дом на продажу выставлен, какие-нибудь интересные обои, я бегу делать вам видосик. Где тут? Люди любили такой цвет. Я тоже люблю такой цвет. Я вот кольцо ношу, у меня такого цвета, кольцо Передот. Люблю Передот. А то кольцо мне крестное дарило. Покойница. Я надеюсь, вы тоже сейчас зарядитесь, поулыбаетесь. Это, наверное, была как бы детская банна с такой чудесненькой рассветкой. Вот такой у вас пол. У нас пол, у них пол. вы бы себе оставили вот обои, или бы все переделывали, или оставили все-таки такой интересный лук. что там за комната? Здесь какая-то это. Ага. Здесь еще одна спальня. оттуда прошла, открыла дверку ниши. Да, обои сейчас не в моде в Америке, но мне кажется, действительно, одна стена очень даже неплохо смотрелась. Цвет приятный. Я сразу вспоминаю Леночку из береговой охраны, подружку мою. Она любит фиолетовый. Интересно, она бы захотела у себя такие обои или нет. Надо поехать к ней в гости, наверное, снять видео, как она живет сейчас. Напишите, кто хочет. Если наберет этот комментарий с пожеланиями снять у нее дома, то много лайков, то я поеду к ней домой, найду время. И еще одна спальня на втором этаже, тоже с деревянными панелями. как раньше строили. Писк красить не надо было. Здесь сборники, конечно, везде. Здесь большая гардеробная. Возникает такое чувство, мне кажется, я здесь уже была. Нет, я отсюда не снимала вид из окна. Не снимала. Да, я знаю, некоторых это подбешивает, когда вот такие выключатели, да, в дорогом таком доме. В общем, я вернулась на вот эту серединную часть второго этажа. Спускаемся аккуратно. Полюбовались, прикололись. Что только не бывает. Какие только дизайны не бывают. Так, то есть сейчас я вот опять, значит, я вот в середине, так, да, в середине. По той лестнице я поднималась, по этой спустилась. здесь входная дверь, здесь гостиная, так, да, гостиная здесь. Главное, нету люстр на потолке. То есть всё должно было быть включаться по бокам всякие лампы настольные. Видите, здесь раз, два, три, четыре. Так, ну, столовая я вам уже показывала. Ну, так, всё вроде понятно. Надеюсь, всё понятно, да, пупсики мои? Ой, я ещё не заметила, вот рядом здесь с лестницей между, в коридорчике между этими двумя лестницами, да, то есть у нас как бы две гостиные соединяются. Есть такой ещё маленький туалетик. А здесь уже кафель вроде такой свеженький. Ну, так. Так, а здесь, ага, здесь целая комната, не просто маленькая ниша, где вот эта кондиционерная, кондиционерный блок. Хорошо. Как будто не могли герметик светлый подобрать. Не могли. Терпеть не могу такую кафель. но с другой стороны его мыть проще, да? Как вы думаете? По-моему, с ним будет проще с этим гафелем. Грязь не видна. Здесь у тебя дети, кошки, собаки. Так. закругляемся, закругляемся, и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok